К 18 июня в Рязанской области достигнуты параметры, указанные Роспотребнадзором, которые позволяют перейти ко второму этапу снятия ограничений. Сейчас выполнены основные требования Роспотребнадзора. Важнейший из них – коэффициент распространения инфекции, то есть количество заболевших на 100 тысяч населения составляет 0,8%. С 18 июня возобновят работу предприятия торговой площадью до 800 квадратных метров, а также спортивные комплексы, спортклубы и фитнес-центры, которые должны будут соблюдать условия загрузки не более 25%. Смогут возобновить тренировки спортивные команды. Станет возможным проведение конференций и выставок. Продолжат работать парикмахерские, откроются салоны красоты, соблюдая ограничения по количеству клиентов и нормам безопасности. Отдельно губернатор объяснил, на каких условиях возобновят работу заведения общественного питания и гостиницы. Кафе и рестораны, что очень важно, на открытом воздухе также смогут начать работать. Ну и тоже к ним есть определенные требования по расстановке столов, дезинфекции, использовании одноразового меню и так далее и тому подобное. Гостиницы смогут возобновить работу при загрузке не более 50% организации питания в номерах. Они должны обеспечить также. Крупные торговые центры города пока еще будут закрыты. Сохранится режим работы в удаленном доступе, где такое возможно. Также губернатор объяснил, какой ряд ограничений останется. На самоизоляции по-прежнему необходимо будет находиться людям группы риска. Это в основном граждане 65 лет плюс и люди, которые имеют хронические заболевания. И конечно же для всех продолжают действовать нормы социального дистанцирования. Обязательным остается сохранение масочного режима. Николай Любимов попросил всех рязанцев строго соблюдать те ограничения, которые остались. Призвал быть осторожными, беречь себя и своих близких. В противном случае ситуация в регионе может ухудшиться. И тогда вновь придется вводить ограничительные меры, которые на данный момент сняты. Семен Иванов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова